Афровцы в целом о предмете гордости россиян свидетельствуют не о том, что нам нечем гордиться, а о том, что у нас плохо поставлена такая пропагандистская машина наших определенных достижений. Если про 90-е годы, в принципе, действительно можно сказать то, что это были годы упадка и мы там потеряли половину валового внутреннего продукта, что у нас были конфликты, там война в Чечне, вообще действительно криминальные войны какие-то, ну гордиться действительно нечем. А вот годы двухтысячные, в принципе, у нас довольно неплохие. Россия показывала все эти годы в среднем гораздо больше экономический рост, динамику экономического роста, чем страны всей в мире. Мы даже входили и входим, я думаю, в пятерку или в десятку стран с самым большим экономическим ростом за последние 10 лет. Ну, наряду там с Китаем, еще там парой-тройкой стран типа Азербайджана, там еще у которого есть там нефтяные деньги. Вот. Мы построили большое количество там объектов. Мы с какого-то там 30-го места по ВВП передвинулись там на шестое место и сейчас входим в шестерку, да, вот самых там крупных мест. Мы сделали какие-то, вот, по-моему, нобелевские премии тоже вручали за это время за 10 лет. У нас есть там Перельман, который там Филдса получил премию, самую престижную в области математики, но по нем поговорили там какое-то время и забыли, да, мы все время забываем, потому что есть общий фон, общий негативный фон, который все время говорит про коррупцию, там, про какие-то страшные вещи, про плохую власть, про то, что у нас тут жить вообще невыносимо. Вот этот общий фон, он забивает вот эти наши достижения. У нас, к сожалению, не изменен вот этот вот менталитет. Мы все время себя ругаем вместо того, чтобы себя хвалить. Весь мир живет по принципу себя хвали, других ругай. Только мы одни других хвалим, себя ругаем. Ну, пора, как бы, с этой извращенной логикой заканчивать. Спасибо.